Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 17 апреля. И вот я уже один видеоролик сняла на эту тему про похолодание. Так как у нас стоит стойкий минус за окном, я уже показывала, что видите, у нас снег даже не тает. И в теплице тоже не очень тепло, а ночью снижается даже минус меньше 10 градусов. То все сегодняшние видеоролики у меня будут посвящены, конечно, борьбе с холодом. Вот в предыдущем я уже рассказала, какое понижение температуры может выдержать томат. Я сказала, что это зависит от сорта, от возраста рассады, от увлажненности грунта. Сейчас я вам расскажу, как мы можем помочь нашим вот этим бедным растениям, поддержать их в такую погоду. Вот смотрите, сейчас у меня день, даже днем нет солнца, холодно. И естественно, вот эта наша молодая рассада испытывает стресс. И не все одинаково этот стресс переживают. Я уже вам говорила, что холодостойким ничего не сделается. А вот этим нежным растениям, которые более теплолюбивы, они вообще для них это, ну, холод для них это смерти подобно. Поэтому мы должны все их поддержать. Я, конечно, никакого вам, как, придумывать велосипед не буду, никакого чудесного метода. Я не знаю, как некоторые пишут, или суперподкормка, или суперметод. Я делаю просто опрыскивание антидепрессантом. Самым простым препаратом, вот самый распространенный у нас он. Вот он. Это эпин. Если мы прочитаем, то мы увидим как раз то, что нам нужно. Универсальный антистрессовый адаптоген. Эффективная защита от заморозков и восстановление поврежденных растений. То есть из этого мы можем сделать вывод, что мы можем его и до похолодания. Вот у меня с четверга на пятницу, я уже говорила, будет самая холодная ночь, минус 8. И я не знаю, какая здесь будет температура. Может быть, помнизится до 5 градусов, а может быть, до 3. Если для кого-то, опять же повторюсь, для этих это нормально, то для других это смерти подобно. И я надеюсь, что вот такое опрыскивание я до морозной ночи опрыскаю, то есть сегодня. И приду после этого самого такого холода на следующий день, утром, опрыскаю еще раз. Это все, что я им могу помочь. Если, например, вот тут написано восстановление поврежденных растений. Если даже у кого-то там немножко листики прихватит, я сделаю опрыскивание и буду надеяться, что поможет. Ничего сложного в этом нет. Разводим по инструкции. Инструкция здесь нам очень ясная дана. Написано, ой, сейчас наведу, чтобы вам видно было написано. Написано рассада. Вот эту вот строчку, для тех, кто не знает. И 0,2 мл на 1 литр воды. То есть вот эту капсулу, в которой 1 мл, я развожу в 5-литровую баклажку. Вот сюда наливаю в обыкновенный вот такой опрыскиватель и делаю вот такое вот просто равномерное по всем растениям опрыскивание. Ничего сложного в этом нет. Вот это первый прием. Второй прием. Обязательно следите, чтобы в ночь, когда большое понижение температуры, ваши растения не ушли с сухим грунтом. Вот сейчас утром я вышла сюда и начинаю, буду сейчас носить из дома теплую водичку, поливать их. Ну, переливать в холодную погоду тоже в низкую температуру я бы вам не советовала, потому что может, как, ну, корневая система может загнить, потому что холодно, сыро. Я трогаю пальчиком вот, например, вот эти влажные, идем дальше, эти тоже влажные, идем дальше, а вот этот суховатый, я его полью. Обязательно вот такая подготовка в холода, чтобы грунт был влажный и делаю опрыскивание антистрессовое вот это, чтобы даже если будет ночью очень холодно, чтобы хоть немножко, хоть чем-то им помочь, хоть как-то поддержать. Ну, и сейчас я буду делать, конечно, перестановку, я уже о которой говорила. Просто сняла видео сейчас до того, как я переустановлю, потому что это очень тяжелый адский труд, это сейчас мне надо будет перелопачивать молодых сюда, старых туда, наоборот. Вот почему у меня так они были выставлены, а не сразу, потому что был солнечный день, и я всегда стараюсь туда маленьких выставить, чтобы большие не загораживали им солнце. Теперь буду переставлять, ситуация изменилась у нас в мире, теперь буду переустанавливать наоборот, буду больших туда, а маленьких сюда, чтобы большие немножко от холода их защитили, чтобы они у меня вот эти молодые не померзли. Это для теплицы выращиваются, они еще маленькие. Все, я вам рассказала, как помочь. Ну, конечно, ничего, как, если бы были такие универсальные какие-то методы, которые раз сделал, и все, нам холод не грозит. Холод грозит нам в любом случае, если на улице минус, но вот это опрыскивание антистрессовое и увлажнение грунта, оно помогает растениям выйти с меньшими потерями, пережить менее безболезненно будет вот этот холодный период. Но у нас еще три дня впереди, так что будем как-то, скрипя зубами, будем смотреть, наблюдать за растениями. Вот я сейчас хожу, смотрю на них, а ничего сделать не могу. Я же не могу сделать теплее, например, температуру там за бортом. Везде снег, видите, там снег везде у нас, все. Только могу поддержать их морально. И вот тогда, слушайте, в эти дни, когда я читаю такие комментарии, знаете, а почему вы снимаете все с одного места? Ну, поводили бы камеры потеплиться. Я говорю, какие люди все-таки все разные. Я стараюсь, я, во-первых, снимаю с одного места, потому что кто видел вот эту теплицу, то знает, что я встаю или на мешок с землей, или вот на старую стиральную машину. Вот стеллажи очень высоко, сделаны специально, чтобы здесь была повыше температура, потому что все тепло вверху же. И по другим местам я пройти не могу, это мне надо слазить. А слазить нужно медленно и осторожно, чтобы упасть. И вот я встаю на один постамент и вот так вот стою. А поводить камерой по углам, зачем? Я стараюсь людям вместить вот в этот маленький видеоролик как можно больше информации, сказать какие-то слова, а не показать. А вот некоторым людям хочется пошариться по углам. Я сейчас хочу удовлетворить любопытство вот таких людей, которым не важна информация, главное заглянуть во все щели и найти какие-то там, может быть, недостатки. Я поэтому и не вожу по углам, потому что прекрасно знаю, что потом пойдут комментарии. О, а что такой бардак, свинат их развели. Это очень часто делают замечания. Вот, нате вам на обозрение мой бардак. Сейчас повожу по углам и расскажу. Все, что здесь у меня лежит, валяется, все мои нужные вещи, которые для несведущих людей, для неогородников кажутся бардаком. Вот начинаем. Вот лежит сантиметр, которым меряю грядки. Баклуши, которые воду сейчас таскаю. Удлинитель, который, если теплицу надо будет обогревать, потащу. Ведра, в которых я таскаю землю. Вот это закром сделали для перегноя, чтобы набить на зиму. Вот это стакан из прошлого года лежат пустые. Вот это газовый обогреватель, который иногда включаем. Вот это мешки с землей. Вот это ведра, которые я принесла перегной. Потом, да, газовый баллон. Там лежат мешки с тряпочками, с подвязками на хранение с осени. Там лежат у меня стаканы с прошлого года, которые опустошились. Там вот лежат ведро и перчатки. Это я принесла землю. Там вот у меня разделочная ванна для смеси, где я все это смешиваю, землю, перегной. Там вот эта маленькая витродойка в ведре стоит, которая поддерживает температуру. Все, смотрите, кому интересно. Вот весь мой рабочий бардак. Все вещи нужные. Но общий вид, конечно, он не очень красиво выглядит. Но здесь я работаю. Это не зал для баллов и не выставка в ДНХ. Пожалуйста, можете писать, что у меня бардак. Кому интересно. Так, вернемся к растениям. Вот я сейчас сделаю опрыскивание, сделаю перестановку. Еще, если, например, нужно сохранить, как-то поддержать в открытом грунте. Вот кто-то уже что-то, например, ну даже не в открытом грунте, а в ту теплицу вынесли и, может быть, даже высадили, где нет возможности обогревать. Я сразу скажу, что способов много. Кто-то пользуется одним, кто-то другим. Вот некоторые ставят бочки с водой, которые в течение дня нагреваются, а ночью тепло отдают. Я вот сегодня комментарий прочитала. И, кстати, у меня соседи так делают. Но вот в такую погоду, в пасмурную, этот способ не поможет. Он не работает, к сожалению. Некоторые полторашки прям наливают горячей водой, на ночь выносят в эту теплицу, где нет, например, электрообогрева и чего-то. Они остывают, отдают свое тепло. Ну и, конечно, самый примитивный дедовский метод – это накрывают картонными коробками, накрывают ящиками, как я вчера показывала. Я просто ящик опрокидываю на эту, на молодую, например, где взошли томаты прямым посевом в грунт. Или где вы высадили уже несколько томатиков, а согревать нечем. Сверху картонную коробку, или пластмассовое ведро пустое, или пятерку, обрезанную из-под минеральной воды, прям вот так вот, как колпаком ставим, и уже сверху можно будет и вот этой нетканкой, и полиэтиленовой пленкой. Зачем еще вот эти к нетканке и к пленке мы добавляем вот эту коробку или ведро? Ну, во-первых, не у всех есть дуги, а просто так класть, укладывать вот эту ткань, томат может сломаться, может сомнется. И еще вот это ведро или вот эта коробка, вот что-то вот такое твердое, оно обязательно предохранит от заморозка. Даже если вот эта нетканка и пленка не сработает, вы понимаете, особенно вот картон вот этот вот гофрированный, который многослойный, вот который в магазинах что-то мы там берем, если вы накроете картонной коробкой, и сверху еще пленкой и нетканкой, то уже 100% ваш сенец выживет, наверное, даже если за бортом и минус 8, и минус 7. Там еще поликарбонат что-то сохранит, что-то полиэтиленовая пленка не тканка, но вот эта коробка точно не даст холоду туда пройти. Я вот хочу дать вот этот совет на вооружение тем, у кого, возможно, вообще нет электроподогрева никакого в теплицах. Этот старинный метод, им пользовались давным-давно, когда еще не было у нас даже теплиц, в открытом грунте многие же высаживали рано, и бывало огурцы, и томаты, и наступал, когда заморозок, просто околпашивали вот такими ведрами, и сверху кидали или фуфайку, или половичок. Вот таким способом можно сохранить единичные высаженные растения, которые уже не выдернешь, не выковырнешь, а как-то в период холодов сохранять нужно. Коробками, можно спастись картонными коробками. Каждое растение коробочкой накрыл сверху, и тряпочкой, полиэтиленом, нетканкой, хоть чем. Будем как-то пытаться переживать холод. Вы не расстраивайтесь. Главное не волноваться, главное знать, что чтобы нам погода не преподнесла какой бы сюрприз, мы все равно на каждый ее вот такой вот каприз найдем свое решение, найдем какой-то выход. Не стесняйтесь, применяйте все. Все вот эти старые вещи, я никогда не выбрасываю прохудившиеся вот эти бедра. Бывает ведро оцинкованное от старости, как дно уже начинает, пропускает. Ну и что, оно подойдет где-то, поэтому у меня все вот здесь свалено, мне все нужно, все это нужно. В сложный период может пригодиться все. Даже старый тазик эмалированный, можно им прикрыть и сверху бросить какую-то тряпку ненужную, одеяло, покрывало. У нас много старых вещей, у меня вот на чердаке залежи, мне если надо будет что-то прикрыть или сохранить, я могу тряпками укрыть весь огород. Но у меня еще ничего в открытом грунте не высажено. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это вот такие, ну вот самые простые, кому-то может быть покажутся смешными вот эти методы сохранения нашей рассады, но все это работает, все это в нужный момент иногда выручает больше, чем какие-то всякие чудодейственные чудо-средства. Простые, испытанные, традиционные методы сохранения наших растений. Все, до свидания. Продолжение следует...